Друзья, всем привет! И перед началом этого интервью хочется выразить респект нашим друзьям из Gorilla Energy, которые помогли нам приехать сюда, которые помогают бойцам в такое непростое время, во время болезни. Всем платят гонорары, стипендии, спасибо им большое, спасибо, что поддерживают спорт. ММА и Вестник ММА в частности. Слева от меня стоит Алихан Сулейманов. Очередная победа. Поздравляю тебя. Последний раз мы с тобой виделись в Казахстане, так же и с твоим соперником. Сегодня вас свела клетка. Расскажи, какие эмоции после победы? Конечно, я очень рад, что я победил. Но я очень уважаю Нур-Султана. Я знаю, что он очень крепкий, очень хороший боец. Так получилось, что я попал ему коленом сильно в почку. И немножко он расслабел, так что я рад. Хорошо, что без травм. И все. Наше с тобой интервью прошлое, когда ты рассказал об особых отношениях с ребятами из Казахстана. Очень набрало много просмотров, там около 400 тысяч. Большой резонанс вызвало. И после этого тебе снова дают бойца из Казахстана. Расскажи, как ты отнесся вообще к этому решению матчмейкеров? Я еще до боя с Еремеком, Плаулом, я всегда говорил, что именно с казахами, с представителями Ингушетии и Казахстана я не хочу драться. Желательно, не хочу. Потому что, так сказать, я и Казахстан тоже представляю своего рода. Потому что наша история связана с ними, с казахской землей. Они, можно сказать, делились с нами последним куском хлеба. Так что я и Казахстан тоже представляю. Ну, так бы не хотелось, конечно, да. Окей. Отличная серия побед. Победы яркие. Что дальше? Я думаю, что уже пора мне драться за пояс. Я думаю, сейчас люди обдумают, лига обдумает это решение. Все уже, никто не сомневается в этом. Я достоин драться за пояс. И не моя вина, что мне не дают топового бойцов. И топ – это всего лишь цифра у нас в голове. Например, приведем пример Биберс в Тюмень. Он сейчас, наверное, десятки сейчас только-только попал. Но его уровень. Там Балаев. Ну, Балаев – это и так в топе. Но есть много бойцов, которые не входят в топ. Ну, гораздо сильнее. Я думаю, даже чемпион. Сейчас будет чемпионский бой Фройс-Балаев. Во-первых, хочется узнать твой прогноз. Я никогда в жизни больше не буду сомневаться в Балаеве. Вот это я знаю точно. Всегда, когда все его списывают с листов, вот теперь уж точно. Он всегда удивляет. Так что это один из самых уважаемых бойцов вновь. И для меня было бы честью именно за пояс подраться с Балаевым. Я буду за него болеть. И сейчас претендент следующий – это Магомед Расул Хазбулаев. Потому что он в самом начале должен был драться. Вылетел из-за травмы. Там кучу раз менялись соперники. Ты упомянул Биберто Туменова. Это молодой парень, который сейчас на трех победах, очень ярких. У тебя серия. Может быть, стоит с ним сойтись? Нет, мне нужен Фройс или Марат Балаев или Хазбулаев. Вот из этих трех. Смело. Раз. Окей. Алихан, тогда поздравляю тебя еще раз с победой. Друзья, а вы подписывайтесь на его инстаграм. Он появится внизу экрана. Подписан инстаграм Вестник ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео. Продолжение следует... Продолжение следует...